Воспитая служба информации и телерадио компании Гомель у студии Натальи Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Гомель Эктиу 2019. У технопарку организовали первую диалоговую пляцовку. Моя Беларусь. Агульно-республиканский сервис объединяет кол-центры и интернет-портал Мой Город на платформе 115.бел. Активная даухалетия. У Рэджицы прайшоу фестываль для пожилых людей. Всусветно вядомый бренд и соправдное мастацтва. Дядьковский крышталь представили на выставе у Гомели. А зараза б гэтым меньшим, больш подрабязна. До закончения термина обращения чека у Майомасть засталося меньше, как 5 месяцев. Пара таких обмену на акции предприемства у наступны. Спочатку треба звернуться у подразделения Беларусьбанка, якое выконваях эту операцию. Там ознайомятся с пираликом товарыства, у акции яких пропануются до обмену на чеки Майомасть и зарабить свой выбор. С собой необходно медь пашпорт грамадянина Беларуси и сертификат на чеки. Дареча вернуть обмененные на акции чеки Нельха. Таму специалисты рекомендують уважлива знайомиться с выниками финансово-гасподарчая дейнасті предприемства. Гэта можно зарабить на сайте одинага портала финансового рынку. Гомель Эктию 2019. Под такой назвой у Технопарку организованная першая диалоговая пляцовка. Удельничали у открытой размове об законодавстве и развитии бизнесу предприемники, эксперты, банкиры, представники УЛАДы. Марина Джалая с подробностями. Юрий Калгушкин – соправдный выноходник. Займается промысловой электроникой и автоматизацией процессов, створяя прилады абсолютных аналогов, яким больше никто не распрацовывает не только в Беларуси, а и в СНД. Недавно он разом с коллегами зарабил вот такой промысловый контроллер на разных мовах программования. Его будут применять на чекунцы. Худка приладу сертифицирует и праздники месяцев приступить до серийного выпуску. На основе вот этого контроллера мы разработали систему автоматизации подогрева стрелок для железной дороги нашей. Совместили это с облачными технологиями. Есть управление, оно как бы местное, буквально завязано на кусочек железной дороги. А у нас оно глобальное. То есть независимо, где ты находишься, ты можешь контролировать и потребление электроэнергии, и управлять механизмами. Если вдруг что-то где-то произошло на линии, человек, диспетчер сразу увидит. Вызывается бригада, он приезжает туда и делает ремонт. Причем она уже знает, что вышло из строя, если оно вышло. Удельничать в открытых мероприемствах технопарка вельми важно для таких бизнесменов, как Юрий. Довидаться о изменениях в законодательстве, новых тенденциях и притягнении инвестиций в стартапы, похудеть с однодумцами. Основная тема первого диалога – активизация стартап-супольности в регионах, как фактор эффективного развития венчурной экосистемы Беларуси. Важная частка встречи – обмеркование декрета номер 8 в развитии лишбовой экономики. Те нормы, которые были заложены в тот же самый декрет номер 8, они начинают использоваться в реальной жизни. Соответственно, там даже стартапы, которые были профинансированы в прошлом году, как «Лангпаспорт», например, достаточно известны. То есть он был профинансирован при помощи так называемого конвертируемого займа. Это тот институт права, который появился именно в декрете номер 8. Начинают использоваться опционные схемы для сотрудников. Это тоже то, что впервые было отражено у нас в декрете номер 8. И, соответственно, стартап активно этим пользуется и сейчас. Банк развития давно допомагает рухаться наперед малому и среднему бизнесу краины. Больше два года разом с банками и партнерами поддерживая белорусские стартап-компании. За этот час профинансовали свыше 340 проектов. Гомельская в область – у лидерах. Отримать поддержку банка можно, бадай, на любый бизнес-накерунок. Это различные виды деятельности. Это и в сфере производства, и в сфере услуг различных, и торговли, и те же IT-компании. То есть, в принципе, практически все виды деятельности начинающих предпринимателей, действующих предпринимателей, они могут быть профинансированы за счет наших ресурсов. Эксперты так само означают, ранее мы это и створение многих белорусских стартапов, был их перепродаж больше буйным компаниям. Анализ леташних выников демонстрирует жадание стартапов развиваться и расти самостоинно и самим становиться гульцами на глобальном рынке. Это тучится и региональных стартапов. В нашем исследовании Гомельская область одна из лидирующих областей по созданию таких стартап-мини-компаний, стартап-компаний или команд со стартап-идеями, которые мы видим наряду с другими областями. Мы видим, потому что это крупный регион, самый крупный регион из других областных регионов Беларуси. Поэтому, конечно, сам интерес распространяется пропорционально. Максима с встречи у межих пляцовки Гомель-Экти у технопарку станут постоянными. Вядомо, что у таких удельников, как сейчас, гульные темы найдутся завсюды. Наступным мероприемством станет первый у Гомеляхакатон. Форум распроцовщиков запланованный на початок саковика. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадо и компания Гомель. Об пытаниях жильево-коммунального характера можно поведомить у один клик або у один звонок. Проблему треба просто сфотографовать и выкласти у интернет-портал «Мой город», открытый на сайте 115.бел. Такий виртуальный диалог по межнасельницам и жильево-коммунальной господаркой стал звыклым уже для сотни городов Беларуси. Усе заявки виртуальные и телефонные приходят в диспетчерские службы. Яны працуют, амаль, у 130 городах краины. Только Гомель что дня примает 50 заявок на портале и каля 500 по телефону. Сирот активных корыстальников уседцы больше, як 80 тысяч гомельчан. Сайту областным центры працует прикладно по угоду. За гэтый час выращили амаль 200 тысяч проблем. У планах удосконалить систему. Наприклад, дадать опцию, про якой заказать специалиста для выращения проблемы, люди смогут у зручный для себя час. А кроме того, колл-центр и интернет-портал «Мой город» на базе 115.бел в ближайший час объеднают уагульно-республиканский сервис под назвой «Моя Беларусь». И он будет доступный же храму всех областных центров. Минчане, как модератор этого сайта, пообещали в текущем году подключить нам вайбер-чат. Это программное приложение вайбер, где каждый гражданин при возникновении какого-то проблемного вопроса, он вводит туда адрес. И сразу же в режиме онлайн приходится общение, по какой причине, допустим, там нет горячей воды или холодной, или электроснабжения, когда оно появится. В Минске это уже есть. Вот они обещали на другие областные города это тоже воплотить. Завтра у Беларуси пройдут черговые субботние линии мясовых органов улады. У Гомельске мабл-выконками на звонки откажа наместник старшини Андрей Конюшка. Нумер телефона 33 12 37. У Гарвыконками на совете будет керавник справ Алексея Васюченко. Нумер 33 07 62. Прамыя линии будет спрацовать с 9 до 12 годин. Протягиваем выпуск. Ксения Урэджицы прошел другой фестиваль для пожилых людей. У першиню такое мероприемство организовали 5 годов тому, а ли теперь его обещают проводить больше часто. С программой о знайоме уся Олег Синцерову. Да, фестиваль Урэджицы рэктовалися грунтовно. Вонковая реклама, артыкулы у районной газеты и объявы в громадском транспорте. А по проведению свята ведали все. Для удела у фестиваля запросили так самоорганизации, которые оказывают послуги со старелым. Починаючи от подставников гандлёвых клопок. Причем уся продукция реализовывалась по сниженных ценах. Выбор был широким, по слову организаторов, чтобы люди могли набыть все необходимое в одном месте. Для гостей фестивалю организовали выездный гандаль. На полициях сукерки, перники, кобасы с бульбой, творожные батончики. Жанчины называются такие гандаль. Бывай, моя талия. Жартуюсь, а ли от покупок не отмывляются. Фестиваль для пожилых людей – это махчимость не только отпочить, а и отрабатывать комплекс послуг, починаючи от приёма медиков до консультации с упроцовником Министерства по незначайных ситуациях и банковских работников. Еще одному этому фестивалю – представить людям махчимость сустреться. Самое главное в этом фестивале и цель нашего фестиваля – чтобы ветераны не почувствовали себя одинокими, чтобы они смогли прийти, встретиться со своими знакомыми, со своими друзьями, со своими сослуживцами, одноклассниками. В плане организации работы с пожилыми людьми – Речицкий район, сироты девчих, хор ветеранов войны и прасы, народный ансамбль песни и танца, аматорское обеднание «Живица», «Хлоп наткнение» – самому старейшему члену этих коллективов уже 90-х годов, где поваженный взросл, не пересхожая их у денег, притремливаться активного ладу життя. Каждого человека персональная выставка прошла. Не только в нашей Речице, в Гомеле, в Минске. Каждого человека прошла персональная. У нас проходят выставки и общие, общеки, как я говорю. У нас проходят мастер-классы для детей в гимназии, в Гомеле, в Речице, для детей с ограниченными возможностями. Почас проведения фестиваля для пожилых, учить пропаново проводить такие мероприемцы больше часто. Называются она вот конкретные термины, раз у квартал. У Речице эта мастер-класса не только зарабить життя пожилых людей больше разностайным, они и доведаться о проблемах, которые их хвалюют. К нам поступил закон о ветеранах, там будут поправки уноситься. Надо посмотреть, какой статус ветерана. Конечно, хотелось бы найти какие-то источники поддержки этой категории, потому что объективно те пенсии, театр-отмер пенсии, уровень пенсии, конечно, он маловат. И сложно порой, особенно людям, имеющим целый букет болезней, других каких-то вопросов и проблем. Поэтому надо думать, как помочь, если нематериально, то хотя бы найти какие-то другие формы для того, чтобы поддержать вот эту категорию. Она этого заслужила. Блескучи и прозристы. Соправдный дядьковский кристалль представили на выставе у картинной галереи Гаурила Вашченки. У экспозиции – сучасные выработы, створенные на высоком Мастацком Узроуне. Дядьковский кристальный завод – жамчужина российской шкляной вытворчасти. Это предприемство заховало традиции мастера у минулого. Зараз сталиновитые мостаки-дизайнеры протягивают развивательно запашенный за 200 годов опыт. Мануфактура была основана в 1790 году. То есть здесь мы уже говорим о традициях, о истории свыше нескольких веков. То есть в данном случае мы говорим о холодной обработке стекла, когда разными алмазными, в частности, приспособлениями наносятся дополнительные грани. То есть это, в общем-то, такой сложный процесс, где, конечно же, не обходится без художников. Дядьковский кристаллю основным выпрацовывают и декоруют вручную. Разом с текавыми композиционными решениями майстры выкрыстовывают традиционные способы декорования – гутную технику, гравировку и алмазное хранение. Миновито на Дядьковском заводе вырабляют прызы вядомых споборництва. Это кристальная боксерская пальчатка, кристальные пеликаны для лепших наставников России и богини медицины для лепших урочов. Люстры с Дядьковского кристаллю упрыхоживают Третьяковскую галерею, музей Дывана у Баку и Палацу Рада на Кубе. Первый день финального этапа у республиканских споборництва у сярод детей и подлетков по биатлоне «Снежный снайпер» принес медали у «Скарбонку» Гомельской в области. Обедвел зногороды завоеваны представниками старейшей и взрослой группы. Дарья Товарницкая финишовала другой на дистанции 3 км. Або два огневые рубежи она пройшла без промахов. Перамогла меньшанка Мария Гнетчик, чисто стрелял и Дзянис Ярмоленко. Однако на лыжне представник Гомельского региона показал только третий час. Пераможцы Глебу Безнякову из Могилеусской в области он соступил 12 с половой секунд. Протягнутся с поборництвы у Раубичах у неделю. Спортсмены выйдут на старт смешанной эстафеты. Больш про спорт, про с некольких вилен у спортивном огляде с Максимом Савиным. А наш выпуск на гэтым завершенный. Дякую за увагу и до наступных сустречу эферы. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Траншея для водопровода едва не стоила жизни жителю Мозыря. Мужчина самостоятельно проводил работы во дворе своего дома. В какой-то момент произошло обрушение грунта и он оказался завален землей. На поверхности остались лишь руки и голова. Крики о помощи услышала проходившая мимо супружеская пара. Они вызвали спасателей и еще до их приезда попытались самостоятельно достать пострадавшего. Однако безуспешно. Прибывшие к месту вызова работники МЧС при помощи специального инструмента и оборудования извлекли пострадавшего. Им оказался мужчина 1969 года рождения. Они передали его работникам скорой медицинской помощи, которые с предварительным диагнозом синдром длительного сдавливания госпитализировали в медицинское учреждение. Со слов самого пострадавшего, в земляном плену он провел около 40 минут. Напомним, что подобный случай накануне с разницей в несколько часов произошел в Фаниполе. Там из-за обвала земли в котловане засыпало одного из рабочих. Он погиб. В Житковичском районе продолжаются поиски провалившегося под лед сотрудника межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Инцидент произошел еще в понедельник, 4 февраля. Однако до сих пор тело мужчины не найдено. На месте происшествия работают водолазы. По информации о свод, в тот день на реке Случ под воду ушли двое мужчин. Одному из них удалось выбраться. В Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира подтвердили, что пропавший является сотрудником их ведомства. ГАИ установила личность водителя гомельской маршрутки, которая пролетела на красный прямо перед носом у пешеходов. Инцидент попал в объектив видеорегистратора. На записи видно, что водителям загорается красный, и пешеходы начинают переходить дорогу. Но в этот момент на запрещающий сигнал проносится маршрутное такси. Маневр получился опасный, микроавтобус едва не сбил людей. Как стало известно сегодня, виновника нашли. Теперь ему грозит штраф и до двух лет лишение права управления автомобилем. Между тем, в ГАИ отмечают, что водители маршруток не относятся к числу злостных нарушителей. Отмечается также и положительная динамика. Все-таки большинство водителей соблюдают правила дорожного движения, выполняют все необходимые требования. А те, кто допускает нарушения, конечно, привлекаются к административной ответственности. В продолжении темы дорожной обстановки. За сутки в регионе зарегистрировано 25 ДТП. Есть пострадавшие. Печальная статистика пополнилась еще одним сбитым пешеходом. Инцидент произошел в Светлогорске на улице Лозо. Там под колесами Мерседеса оказался 57-летний пешеход. Переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, вблизи видимости пешеходного перехода. Этот отражающим элементом пешеход не был обозначен. И в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы пешеход, с которыми был доставлен травматологическое отделение учреждения здравоохранения. По данному факту проводится проверка. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В Гомельском дерби стартует второй круг регулярного этапа чемпионата Беларуси по мини-футболу. Номинальные хозяева – вагоностроители. В первом круге поединок между БЧ и ВРЗ завершился победой последних со счетом 3-1. В 16-м туре лидеру регулярки придется нелегко. Железнодорожники по ходу первого круга уверенно прибавляли и сейчас заслуженно замыкают квартет сильнейших. Поединок первой и четвертой команд чемпионата состоится завтра на паркете спорткомплекса «Локомотив». Начало в 15.00. Кстати, накануне из стана железнодорожников пришли хорошие новости. Главком БЧ Дмитрий Камека продлил сотрудничество с командой до окончания сезона 2020 года. Еще на год продлен контракт с украинцем Максимом Литвиновым. 13 наград выиграли атлеты из Гомельской области на первенстве Беларуси по вольной борьбе среди молодежи до 23 лет. Самый богатый медальный урожай у мужчин – два золота, три серебра и три бронзы. Победителями первенства стали Алексей Руденок и Дмитрий Шамела. В командном зачете гомельские борцы стали победителями. У девушек в итоговом протоколе третье место. Победительницей турнира стала Валерия Ермола. Также наши спортсменки выиграли серебро и три бронзы. В Гродно завершилась спартакиада детско-юношеских спортивных школ Беларуси по спортивной гимнастике. Гомельчане поднялись на пьедестал в командных состязаниях юношей. У воспитанников в Гомельской дюшер номер 4 бронза. В отдельных видах также есть награды. В упражнении на коне махи серебряную медаль завоевал Павел Борисенко. Бронза у еще одного гомельчанина Алексея Родионова. В упражнении на брусьях Владислав Агапитов показал второй результат. Вторым он стал и в Многоборье. Гомель с 19 по 21 февраля будет принимать соревнования сильнейших юных легкоатлетов Беларуси. В областном центре пройдет первенство страны. Состязаться будут спортсмены 2002-2003 годов рождения. В Гомеле прошел отбор на эти республиканские соревнования. В первенстве области приняли участие спортсмены со всего региона. В командном зачете в группе А победу одержали атлеты из Жлобина. В группе Б сильнейшими стали представители Хойник. Лучшие спортсмены по итогам областного первенства представят регион на республиканском турнире. Областное первенство по академической гребле на тренажерах завершилось в Гомеле. В соревнованиях участвовали около сотни юных гребцов. За награды боролись юниоры и юниорки 2001-2002 годов рождения из Гомеля, Мозыря и Светлогорска. Как всегда подтвердило свое лидерство Гомельская область. Город Гомель. Вторым после города Гомеля. Втором месте Мозырь. Школа Мозыря. Если говорить про лидирующих спортсменов гребцов, то в принципе можно называть такие фамилии, как Бондаренко, Семен, Кропотин, Даниил. Это наши воспитанники с нашей школы подопечные. Поэтому как-то они так на слуху. Приятно смотреть на то, как растут наши дети. По итогам соревнований лучшие попадут в областную сборную. С 22 по 23 февраля они представят наш регион на республиканском первенстве в Полоцке. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Саевин. Оставайтесь на Беларусь4.